Глава 10. Исцеление ходатайственной молитвой. Написано Фрэнсис. В конце служения я решила поделиться своими мыслями о том, что Господь делает в мире теперь, в наше время, как Он изливает Свой Дух на всякую плоть. Я сказала, что мы живем в последние времена, и я верю, нам предстоит увидеть еще большее излияние Духа Святого, чем когда-либо за всю нашу жизнь. После собрания ко мне подошла женщина и сказала, что у нее есть подруга, которая, по словам докторов, скоро умрет. Ее подруга лежала в палате интенсивной терапии в больнице, находящейся за много километров от Хьюстона. Женщина спросила меня, вы верите в то, что Господь исцелит ее? Я процитировала ей ответ Иисуса Сотник. Иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздорел слуга его в тот час. Матфея 8.13. Я стала молиться за подругу этой женщины. Отец, я даже не знаю, кто эта женщина и какое у нее заболевание, но я прошу тебя совершить сверхъестественное. «Прикоснись к ней и исцели ее с головы до ног». Затем я добавила «Благодарю тебя, Господи». Эти последние три слова являются самыми важными из всех, которые вы произносите. Знаете ли вы, что совершаете, говоря «Благодарю тебя, Иисус». Вы тем самым как бы говорите «Иисус, я верю, что ты исцелил, поэтому я благодарю тебя». Если мы действительно верим в то, что Бог услышал нашу молитву, но не поблагодарим Его, это будет просто неблагодарностью с нашей стороны. Даже если вы молитесь за тысячу человек, каждый раз говорите слова благодарности. Потому что когда вы благодарите Бога, вы тем самым говорите Ему «Я верю, что моя молитва исполнена» и принимаю ее как законченное чудо во имя Иисуса Христа. Помолившись за подругу этой женщины, я сказала «Благодарю тебя, Господи». Потом я сделала нечто такое, что никогда не делала раньше. Я посмотрела на часы и сказала «Сейчас 11.37». Тогда я сама не знала, зачем я это сказала, но теперь знаю. За много километров от нас, в одной из больниц ровно в 11.37, произошло нечто выдающееся. Иисус Христос вошел в больничную палату. Умирающая от рака женщина в палате интенсивной терапии тотчас встала с постели. Она осторожно вынула все иглы катетеров из своей руки, отключила кислород, вышла в больничный коридор и пошла прямо к главной медсестре. Пораженная медсестра произнесла «Что с вами?». Женщина ответила «Сам Иисус Христос вошел в мою комнату в 11.37 и сказал мне «Ширли, встань с постели, ты исцелена». Медсестра спросила «У вас что, было видение?» «Нет, просто Иисус лично вошел в мою комнату», — ответила Ширли. «Какой любящий у нас отец!» Сверхъестественная сила Бога прикоснулась к ней в тот самый момент, когда я за нее молилась. И в подтверждение этого мне было сказано «посмотреть на часы», чтобы я знала, за много километров от меня, где-то в больнице, Иисус немедленно приступил к действию в ответ на мою молитву. Иногда нам кажется, что легче молиться за того, кого мы видим перед собой и на кого мы можем возложить руки. Но важно также молиться молитвой ходатайства за тех, кто находится далеко от нас. Не пренебрегайте этим исключительно важным видом молитвы. Составьте молитвенный список и приступайте к работе. Вы увидите, какие чудеса может творить Господь.